В Ленске приводят в порядок дворы и детские площадки. На благоустройство власти города получили деньги из республиканского бюджета. Правда, новый асфальт, заборы и песочницы появятся не везде. Денег на всех не хватит. Продолжить тему Дмитрий Вильчевский. С начала августа в двух дворах по улице Первомайская начались работы по асфальтированию и ремонту внутридворовых территорий. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 4 миллиона рублей. Эти работы проведены по улице Первомайская, вот этот двор, где дома 15А, 15Б и по Первомайской 22. В ходе работы мы максимально пытались учесть пожелания жителей домов, даже выходили, проводили общее собрание жильцов домов, уточнялись и выполнили работу мы в срок. Уже в начале сентября запланированные работы во дворах были завершены. Некоторые горожане уже успели заметить плюсы программы благоустройства. Заезжаешь вот сразу и вот видно, что чистенько вот так вот сделано, не всяких там ям нету, вот, луж теперь нету, как бы, когда дождь идет, вот, лужи появляются большие, а сейчас все, как бы, чисто и гладко. Ну, вот что отдельно еще, вот забор покрасили в хороший цвет, ну, вот, бордюрчики поставили. Но не каждый двор может сегодня похвастаться красивым ремонтом. Бюджетных денег на всех не хватает. На помощь городской администрации приходят добросовестные предприниматели. Например, Анатолий Зубарев в районе своего магазина асфальтирует участок дороги за счет собственных средств. Другим домам придется подождать. Финансирование растянуто на несколько лет. Все работы у нас проводятся на основании трехлетнего плана благоустройства. И этот план охватывает не только ремонт, да, подъездных дорог, ремонт автомобильных дорог. Здесь еще и сидит установка малых архитектурных фирм, начиная с обустройства детских игровых площадок и заканчивая установкой мусорных контейнеров, урт. В этом году в микрорайоне Северный появилась новая детская игровая зона. Данный объект отвечает всем требованиям безопасности. Вокруг игровых сооружений установлено ограждение. Но простояла она недолго. Кто-то уже успел сломать баннер и некоторые малые игровые формы. А значит, деньги выброшены на ветер. Подобного не должно случиться с другими обновленными дворами. По крайней мере, сотрудники городской администрации на это надеются. Продолжение следует... Продолжение следует...